Добро пожаловать на Яндекс Клауд. Очень интересное приветствие, я думаю, но да не суть. Сегодня мы с вами будем собирать очень интересную схемку, о ней подробнее вы узнаете далее. То есть показывать конкретно я вам ее не буду, но будем ее собирать уже по факту. Переходим в консоль, увидим сколько у нас осталось на пробном периоде, на в принципе не важно. Сразу заходим в Compute Cloud. По итогу мы должны с вами получить снимок диска, но мы будем создавать все с нуля. Для начала нам надо что сделать? Нам надо сделать с вами... Давайте сразу сделаем группу виртуальных машин. Хотя не, не будем делать группу, будем делать виртуальные машины, чтобы не париться. Идем, создаем виртуалочку, назовем ее Moodle 1. Зону доступности Central B выбираем, сразу берем Cloud Marketplace, посмотреть больше. Нам здесь с вами надо найти Lamp. Linux Apache, MyScale, PHP. Нажимаем использовать. Ставим 20 гигов юзабилити процессора, 1 гиг оперативочки нам нужен с вами. Внутренний адрес автоматически будет выбран. Логин, юзер. SSH ключи, я думаю, все знают как генерить, поэтому мне не придется показывать это, кто не знает. Командочка SSH KGEN. У вас есть Google. Все вы можете сами нагуглить. Сейчас я быстренько вытащу ключики наши. Так, иди, вот он, Ressupup. Нет, нам не надо Microsoft Publisher. Спасибо. Нам надо OpenVis. Берем ключик, копируем его. Сразу вставляем сюда. Вот он, наш ключик. Возрешаем доступ к семейной консоли. Все, в принципе, больше ничего нам делать с вами не требуется. Все и так у нас прекрасно. Жмем создать VM. Пока виртуалка создается, идем с вами быстренько сразу в PostgreSQL. Сделаем кластер. И сделаем кластер на Redis. Быстренько создаем PostgreSQL кластер. Пофигу, как он называется. На версию тоже, в принципе, без разницы. На Broadway вроде дешевле. Нам нужен микро, да. Микро, хотя... Сейчас посмотрим. А тут разницы нет. В принципе, по ценам одно и то же выходит. Так, сейчас... Да, в разных делаем зонах. Сохраняем, да. 7000 выходит. А если на каскаде делать? 6 тысяч в месяц. 10. Что-то как-то многовато. Вам не кажется? Было дешевле. Ну, ладно. Грустно, как бы. Что мы можем сделать с этим правильно? Ничего. Вставляем. Burstable есть. Здесь только один хост у нас, да. А вот B2 Medium есть. О, да. Давайте вот так. Вот так меня больше устраивает. Да, все. Отлично. Базу данных сразу создаем в Moodle. Пароль закат тоже делаем Moodle. Пароль делаем Password. После видоса все равно все будет удалено, поэтому можете даже не заморачиваться, не запоминать ничего. Нет, давайте пароль поменяем. Так, какой поставить? Ну, вот такой пусть будет. Нормально. Поменяли пароль. В принципе, хосты мы добавили. Они будут у нас в разных зонах находиться. В принципе, больше ничего не надо. 10 гигов вообще хватит за глаза. Все, пускай создается кластер. Сразу переходим. Создавать Redis Cluster. Redis Cluster мы будем создавать. Тут опять же два хоста. Но здесь Nano. Medium будет чуть дороже. Да, вот так сделаем. В хранилищном 8 гигов вообще за глаза будет. Не знаю, куда так много. Поставим Broadwell. Без разницы. Я думаю, в принципе... А, нет, есть разница. Не добавишь. Да. Ну, грустно. Грустно. Ничего сделать не могу. Поставил бы Burstable, но, к сожалению, не могу это делать. Да, хосты добавлять я не смогу. Поэтому назовем Broadwell HM1 Nano. Вставляем 16 гигов жесткий диск. Сеть дефолт. Добавляем еще один хост. Тоже в центра лапихаем. Broadwell оставляем. Кстати, сейчас мы возвращаться в PostgreSQL, когда он создастся. Ну, в принципе, все. Рейдис нам менять точно уж не придется. Хотя нет, подождите. Как-то я все-таки делал дешевле. Потому что что-то 7 тысяч в месяц меня не устраивает. Что-то это прям вообще жопа какая-то. Давайте хотя бы за 6 сделаем. Потом быстро у нас будет жрать деньги. А нас это с вами не устраивает. Так, все. В принципе, Рейдис пускай уже создается тоже. PostgreSQL. Что там у него по состоянию? Крейтинг до сих пор. Ну, ладно. Виртуалочка у нас с вами создалась. Берем публичный IP-шник. И идем с вами в CMD-шечку. Пишем SSH. User. Собака. Вставляем наш IP-шник. Коннектимся. Все, пожалуйста. Мы на вертуалочке. Сейчас сделаю все на весь экран. Вам будет, конечно же, ничего не видно. Поэтому давайте я верну себе. Ладно, маленьким. Страшно. Терплю. Аптапдейт сначала сделаем. Сразу же аптапгрейд минус Y. Обязательно обновляемся. Да, это будет долго. Да, придется подождать. Но ничего страшного. Мы люди терпеливые. Нам торопиться, в принципе, некуда. У нас с вами 4 часа времени есть. Хотя задание собирается за час от силы. Если никаких заморочек не будет, в принципе, то все будет хорошо. Пока что возвращаемся в Яндекс. Сейчас смотрим, как обстоят дела с нашими кластерами. Кластеры еще в процессе создания. Интересно, если я так сделаю, вам будет лучше видно? Вот, давайте я вот так буду делать. Вам так даже приятнее будет смотреть. Монета, в принципе, без разницы. Вам приятнее. Так, ждем пока обновиться. Все, состояние креатив до сих пор. Кластер еще создается. Ну, ничего страшного. Мы подождем. Нам некуда торопиться, опять же. Что там у нас происходит с нашей виртуалочкой? Она все еще обновляется. Ну, вот она уже почти обновилась. Сейчас нам с вами надо будет сделать необходимые все настройки. Пока идем с вами на сайте download.model.org. Берем с вами отсюда. Можно даже последнюю версию, но я не рекомендую это делать. Заходим сюда. Берем вот эту ссылочку. Copying Location. И идем с вами назад на виртуалочку. Сразу же get-ом выкачиваем наш tar-архив. Выкачиваем Moodle.tgz. Разархивируем его. Сразу же удаляем все из папочки varvv.html. Копируем рекурсивно все из мудла varvvv.html. Ждем, пока у нас все с вами скопируется. Пока все копируется, идем назад в браузер. Смотрим creating, creating. Жмем везде F5. Возвращаемся в консоль. Очень долго копируется. Очень долго прям. Уже даже кластер PostGrayScale связался. А это у нас до сих пор копируется. В принципе у нас все с вами скопировалось. Теперь мы сразу делаем права на запись всем остальным. W должна быть конечно же маленькая. Так, все отлично. Теперь мы останавливаем с вами сразу же MyScale. и вытаскиваем его из автозагрузки. Все отлично. Теперь доставляем то, что я пока помню. Что-то еще нам надо было доставить. А, ну для Redis необходимо доставить. XML необходимо доставить. Остальное выяснится уже в процессе. Доставим пока то, что есть. Хотя в принципе можно даже попытаться погуглить. Давайте посмотрим, может здесь будет сказано, что нам надо. Ну вот, смотрите, все сказано. Отлично. Консольку я вам выведу после того, как я перепишу все. Так, mb-string мы ставим. MakeNV поставится сам. Curl вроде есть. Да, curl есть. OpenSSL есть, tokenizer есть, xmlrpc нету. Это я точно знаю. Soap нету. gds, simplexml, xml, intel.json. Ну, в принципе, да. Вот, что нам с вами потребуется. Вот это вот еще доставить. Теперь машинку можно смело ребутить. Дисконнектимся. Пока что ждем. Машинка рестартуется достаточно быстро. Пока что идем смотреть, как там наши кластеры. Все. PostgreSQL кластер уже в live перешел. Видите, сразу один стал мастером, второй стал репликой. Уже все отлично у нас. И сразу Redis тоже мастер, реплика. Все. Redis у нас готов к работе. PostgreSQL готов к работе. Осталось Moodle до конца дотыкать. И можно уже, в принципе, не заморачиваться на эту тему. Пробуем коннектиться. Пока что connection refused. Все. Мы уже с вами на машинке. Так. Теперь что мы делаем сразу же? А, ну, UFV, раз у нас в иннективе, значит ничего страшного. Все, отлично. Мы с вами копируем IP-шник нашей виртуалочки. И заходим. Инсталлить Moodle. Ну, конечно же, мы не сможем заинсталлить, пока мы не напишем virtual host для Apache. Apache-то у нас еще не знает. А хотя нет, смотрите, Apache-то знает. Apache-умный. Ладно, возвращаемся назад. Просто это что-то там по поводу провисло. Все отлично. Warvvv у нас без записи. Значит, мы возвращаемся сюда. Пишем. Seach-modo плюс w Warvvv. Опа. Возвращаемся назад в браузер. Нажимаем. Каталог создается. Все отлично. Вот. И он нам говорит, опа, видите, post-grsql. А по умолчанию здесь этого нет, надо ставить плагины. Теперь, что мы делаем. Мы идем, копируем. Вот этот вот сервак. Вставляем вот сюда. Moodle. База данных Moodle. Пароль, пасворд. Порт базы данных 6432. Нажимаем далее. Ожидаем. Ожидаем. Он нас перекидывает в дальнейшую установку. Сейчас нам здесь вылезет то, что нам с вами необходимо доставить в PHP, если мы этого до сих пор не сделали. Но, как мы видим, ошибок у нас никаких нет. Конфигурация сервера отвечает всем минимальным требованиям. Соответственно, мы с вами можем нажать уже продолжить. После того, как мы нажимаем продолжить, у нас сейчас пойдет установочка всех плагинов. Это занимает на виртуалках очень малое количество времени, в то время как на физических серваках, возможно, вы помните из предыдущих роликов, то, что мы могли там ждать и час. Ну, такое бывает. Это нормально. Сейчас здесь пойдет установочка плагинов. Мы поставим на паузу видос и вернемся уже непосредственно, когда все установится. Зачем мы ждем и не ставим на паузу, чтобы никаких... Если возникли, вернее, какие-то ошибки, то мы с вами уже в процессе это убедили. Но ошибок возникнуть, в принципе, не должно. Но все равно пока ждем. Пока идет установка, мы с вами, кстати, не можем подредактировать файлик один. Нам придется подождать все-таки окончательной установки и только после этого что-то начать. В принципе, мы можем перейти сюда. Вар, вв, html, админ, что-то там, плагин. А, вот, смотрите, ладно, не будем никуда переходить. Установка плагинов пошла. Ну все, ставимся на паузу и возвращаемся, когда все будет установлено. Все, у нас успешно установились все плагины. Жмем продолжить. И нас кидает уже на дальнейшую установку. Сейчас мы должны попросить ввести логин и пароль. Логин админ. Пароль, конечно же, вам показывать никто не будет. Адрес электронной почты. Делаем любой. Нажимаем обновить профиль. Сейв будет. А, не менее одной цифры еще должен содержать. Вот так будет. Ждем пока обновится профиль наш. Все, профиль обновился. То же самое здесь, исходящую почту. Выставляем тест. Local на всякий случай. Здесь ничего не меняем. Ничего страшного. Нажимаем сохранить изменения. Тест. Тест. Сохраняем. Все отлично. Здесь ничего страшного. Просто нажимаем галочку. Я согласен зарегистрировать этот сайт. Страна. Ну, страну. Так уж и быть будет Россия. В принципе, все. Мы уже завели с вами наше веб-приложение. Со всякими примочками. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Возвращаемся в консольку нашу. И вимом. Идем с вами открывать конфиг. .php Здесь есть такая строчка. KFG. VAR. VVV. ROOT. Сюда надо ставить. Так, насколько я помню. Не так. Сейчас найду. Быстренько. Сюда вот необходимо вставить такую конструкцию. Я забыл, как она пишется. Вот это вот. Это нужно для того, чтобы даже когда у нас изменился IP-шник, то Moodle все равно открывался. Независимо от того, какой IP-шник. Теперь нам с вами надо что сделать. Нам надо с вами вернуться в браузер. Сейчас. Бровзер. 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 Вот он бровзер. В принципе, Moodle нам пока не потребуется. Мы переходим назад сюда. Выбираем машиночку. Останавливаем ее. Ждем, пока она у нас остановится. Причем полностью. Все. Видим диск, подключенный, ready. Внутри нас гигов. И здесь такая кнопочка «Создать снимок». Мы берем снимок Moodle 1. Создаем снимок. Уже есть у меня один снимок нормальный. Сейчас будет еще один, уже новенький, по которому мы с вами будем собирать все. Все. Теперь идем в группу виртуальных машин. Нажимаем «Создать группу». Группу мы называем как-нибудь Moodle сервер. Давай даже не так, а вот так сделаем. Каунты не трогаем. Выбираем две зоны доступности. Одна виртуалка будет в одной зоне, другая в другой. И задаем шаблон. Но шаблон мы уже убираем пользовательский. И выбираем снимок. Moodle 1. Нажимаем «Применить». Все у нас. Видите, само все выставляется. Только здесь надо будет сделать самим все. Публичные адреса автоматически. Логин «Юзер». А ключик берем тот же самый. Даже не заморачиваемся. Так, ну все. Здесь, в принципе, у нас все выставлено правильно. Нажимаем «Сохранить». Две машинки у нас. Вот он размер. Целевую группу сразу задаем. «Test Group». Вписание не будем. Состояние пока тоже не будем ничего делать. Хотя с проверкой состояния можно уже сразу побаловаться. Ожидая не оставим 30. Интервал 31. Работоспособность 2. Неработоспособность 10. В принципе, все. Создаем наши виртуалки. Сейчас они у нас будут создаваться. Давайте поставим пока на паузу, чтобы не тратить наше время. Так, наши виртуалки запустились. Все. У нас все прекрасно. Мы можем потестить. Поконнектиться к каждой. Да, скорее всего, у нас ничего не сохранилось. Но ничего страшного. Мы подредачим. Мы не гордые. Нажимаем «Recover». И у нас восстановился файлик. Из нашего... Короче, выйдем пока что. Ладно. Из нашего временного файлика восстановился... Нормальный файлик. Он восстановился криво. Все. У нас все сохранилось. Все сохранилось. Это главное. Теперь выходим отсюда. У нас была машина e, b, e, f, y, n, y, g. Берем вот этот айпишник. И коннектимся теперь к нему. Проделываем ту же самую операцию. Да, добавляем новый хост. Переходим под рута. Восстанавливаем. Сохраняем. Удаляем. Проверяем, что все нормально. Да, все нормально. Все отлично. Рестартнем аппайш 2. Теперь переходим по этим айпишникам в браузере. И проверяем, что у нас работает Moodle. Переходим по первому. Видим, что Moodle отрабатывает. Пробуем зайти. Мы попадаем. Все отлично. Все прекрасно. Все здорово. Не будем выходить. Ладно, чтобы убедились, что все работает. Берем EBAEF. Открываем его. Login. Логинимся в этот Moodle. Получаем доступ. Все отлично. Все прекрасно. Все работает. И тут, и тут. Все круто. Переходим заранее в администрирование. Не забываем, что мы с вами создали Redis для кэша. Копируем. Переходим в плагины. Кэширование. Настройка. Добавляем экземпляр в Redis. Пароль. Сохраняем. Идем в кэширование. Проверить производительность. Ничего не отображается. Соответственно, идем в администрирование. Пишем здесь Redis. Ищем тестовый сервер. Сохраняем изменения. Идем снова проверять производительность. И уже все работает. Отправим 5000 запросов. Посмотрим, что произойдет. И насколько быстро придет ответ нам. Пока что то же самое сделаем на втором. Ищем Redis. Сохраняем изменения. Сохраняем изменения. Идем в настройку. Таким же образом добавляем экземпляр. И идем проверять. Ну и здесь. С 10 запросами все будет быстро. Ответ пришел. Пришел. Снизу тоже все отлично. А вот здесь что-то долго. Давайте отправим 10. А 8 побыстрее отработает. Давайте мы уже куда-нибудь хотя бы перейдем. Чтобы он не подвисал. Ну или пока он виснет. Пока он виснет. В принципе. Мы можем уже что-то сделать. То есть кэширование мы с вами настроили. К базе данных мы все подключили. Виртуалки мы с вами сделали. Осталось нам что сделать. Зайти в Virtual Private Cloud. IP адреса. И вот эти два адреса. Сделать статическим. И вот этот адрес мы тоже делаем статическим. Отлично. Все. Теперь адреса по серебуту машинки у нас не изменятся. Далее мы с вами можем создавать балансировщик нагрузки. Где он у нас здесь? Network Load Balancer. Он нам нужен. Создаем сетевой балансировщик. Публичный адрес автоматический. Обработчик добавляем. Порт 80 на порт 80. Целевую группу добавили. Настраиваем то же самое. 31. Нет. 30 здесь. Здесь 31. Порог неработоспособности ставим 10. Нажимаем создать. Отлично. Этот у нас ожил. Ждем пока создастся наш балансировщик. Возможно здесь будет небольшая возня. Уже она будет на фоне. Потому что иногда он неправильно создается. Либо это просто я косячник. Но пару раз он у меня неправильно собирался. Все. Айпишник нам вот вывелся. Давайте сразу его вернем. И будем ждать пока он видит хосты. Проверка состояния у нас сейчас. Состояние инициализации. Мониторим. Что будет происходить. Пока что хосты в непонятном состоянии еще. Он их не может опросить. Продолжение следует. Состояние инициализации. Все. Не перешив в состоянии healthy. Соответственно мы можем уже вбить наш айпишник уже балансера. И подконнектиться на какой-то из наших мудлов. Инвалид логин. Вот это уже очень интересно. Капс у меня выключен. Почему инвалид логин? Возможно потому что мы и там и там залогинили уже. Давайте попробуем выйти везде. Все равно нас не пускает. Если мы логинимся тут. То нас пускает. Хм. Вот с этой ошибкой я сталкиваюсь впервые. Если честно у меня до этого заходило все прекрасно. Сейчас я попробую решить эту проблему. И потом я вам объясню в чем была сама проблема. В чем заключалась. В общем проблема здесь в том, что половина запросов, которые приходят. Ну на балансер отправляется на один сайт. Половина отправляется на другой сайт. Поэтому где-то сессия устанавливается, она открывается. А на другом, от которого приходит ответ уже, там сессии вообще даже в помине не было. Но мы можем проверить просто тем, что мы создали пальзака нового. Идем сюда, на наш второй Moodle. Не заходим под этого пользователя и все прекрасно. У нас с вами все работает. Давайте даже попробуем курс создать. В принципе я думаю это должно работать. Так, у нас нет курсов. Как здесь у нас курсы создать интересно. Вот так. Давайте сохраним, вернемся. Откроем курс. Запишем пользователем. Юзером. Запишем его на курс. Все, перейти к курсу. Обновим страницу. И вот он наш курс тест 1 появился. Со второго Moodle мы имеем к нему доступ. С одного мы сидим под админкой. С другого мы сидим в курсе как студент. Поэтому в принципе все отлично. Если перейдем к участникам. Последний доступ к курсу 19 секунд назад. В принципе все прекрасно. Все здорово, все классно. Осталось только разобраться с балансировщиком. Следующий ролик скорее всего будет посвящен этому. Я сначала сам попытаюсь понять как это можно распределить. А потом мы уже с вами затестим. Но в тот раз у меня отработало все прекрасно. Когда я первый раз собирал. Возможно я где-то накосячил. Ну ладно. В общем суть в том, что мы с вами собрали два веб-приложения. Один кластер PostgreSQL. Не MySQL, а именно PostgreSQL. Один из которых мастер, другой реплика. Плюс Redis. Один из которых мастер, в который из которых реплика. И плюс попытались накрутить сверху лот балансер. Который в принципе работает, но немножко не до конца. Я уже спать хочу, поэтому прошу простить. Вот. Ну в принципе на этом все. Это вот запись 36 минут. Это запись предыдущего стрима, но с озвучкой. Потому что на том стриме звук практически не записался. Там повреждена звуковая именно дорожка. Вот. Не знаю с чем это связано. Но надеюсь на этом, с этим видео все будет хорошо. Вы сможете послушать хотя бы какие-то мои корявые объяснения в пол второго. И потыкаться сами уже непосредственно. Поэтому спасибо большое всем за просмотр. Жду на следующем вас ролике. Непосредственно которые будут посвящены балансеру. Там мы уже посмотрим, потыкаем, решим проблему. Я на это очень сильно надеюсь. То есть если ролик не выйдет следующий, соответственно проблема не была решена. И соответственно мы можем просто собирать уже задания как есть. Без балансера все равно баллы мы за это получим хоть какие-то. Так что всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok